всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня хочу попробовать приготовить слоеную колбасу есть целый раздел их фаршированных и слоеных колбас в альбоме конникова но это я имею ввиду альбом нарком пищепрома 1938 года судя по описанию формование такой колбасы чрезвычайно трудоемкое дело но я решил попробовать ради интереса готовится к этому процессу я начал еще три недели назад тогда же купил говяжий язык приготовил рассол смешав сахар и нитритную соль у меня соль содержание 0 4 0,6 процента затем растворили в воде язык приложил в пакет и залил рассолом оставив просаливаться в холодильнике вчера его вынул из пакета вымочил прохладной воде три часа затем два с половиной часа варил при температуре 87 90 градусов отваренный язык остудил и зачистил три дня назад я купил кусок нежирной говядины кусок жирной грудинки и кусок свиной шейки грудинку говядину нарезал кусочками примерно чуть меньше половины яйца можете чуть чуть поменьше от шейки отделил несколько пластин на остальную шейку нарезал также как говядину и все это засолил просолилась мясо в холодильнике и сегодня планирую завершить этот длительный процесс пластины шейки пока уберу обратно в холодильник языку вот все остальное мясо надо будет превратить фарш и эмульсию мясо пропущу через мясорубку с крупной решеткой у меня диаметр отверстий 10 миллиметров теперь надо добавить пряности и фосфаты перечень ингредиентов в конце ролика в титрах и напоминаю фосфаты здесь точно такие же как в плавленом сыре правда в сыре их 8 раз больше чем я кладу и старательно перемешать да очень важный момент не сказал температура сырья от момента начала нарезки мясо то есть еще два дня назад все началось до окончания набивки не должна превышать 12 градусов до окончания набивки если бы вас за вверх прерываемся отправляем сырье в холодильник остывать замечательно сейчас разделю фарш на две части примерно пополам одну часть отправлю в холодильник на вторую превращу в эмульсию для второй половины надо колотый лед из расчета 20 процентов к весу сырья добавлять красота и теперь вот сюда добавлю очищенных фисташек они не соленые кстати но можно соленой класс ничего страшного и перемешать до равномерного распределения отлично эмульсию тоже пока в холодильник чтобы не нагревалась язык надо нарезать и вот сейчас можно начинать формовку в альбоме конникова написано что сначала раскладывался тонко нарезанный шпиль менее 5 миллиметров на него выкладывал слоями вся эта начинка все дело формовалась а потом сформованный таким образом батон каким-то неведомым мне образом умудрялись запихивать в натуральную оболочку может и какие-то приспособны использовали не знаю она же все плавать будет колбаса такая не представляю себе я собираюсь не морозить себе голову а буду использовать коллагенную пленку из магазина ям колбаски кстати правда она тонкой для такой большой колбасы может порваться поэтому пожалуй сделаю сразу несколько слоев первым слоем пойдет вареный копченый бекон выложу из него аккуратную плетенку насколько получится аккуратно а а не самый простой способ формовки честно сознаюсь что все это не развалилась надо сетку запаковать и обвязать то еще развлечение слишком большого диаметра получился рулет в мою трубу не влезает для сетки поэтому буду просто обвязывать мочу делать откат выкручиваться почаще просто навяжу так давайте наверно эту сторону сделаем так вот так мы теперь будем выбрасывать петли ну вот так вот будет лучше и без сетки обошелся вот сюда я запаковал оставшуюся эмульсию и оставшийся язык получилось поаккуратнее побыстрее но на среде будет наверно не так красиво я думаю пустот будет много мы увидим тоже надо обвязать теперь тепловая обработка диаметр батона большой поэтому в духовке можно конечно этот процесс проводить но будет слишком долго поэтому я собираюсь варить варить буду при температуре 80 градусов можно это делать в обычной кастрюле используя термометр но у меня есть у вид стик на алиэкспресс таких полно если забудут то ссылки в описании оставлю я вот подумал на рулете у меня слой коллагеновой пленки получился по крайней мере с этой стороны тонким совсем здесь два слоя всего здесь 4 здесь 2 здесь то все шесть слоев она получилось боюсь что вот на этом рулете во время варки всю соль из поверхных слоев размоет здесь ничего страшного не произойдет а вот здесь этому рулету за счет большого диаметра варится то дольше этика его наверное в пищевую пленку завернул пущу пищевой пленки варится может был конечно и вакуум пакет затянуть но смысла большой вакуум пакете нет все равно протыкать его придется чтобы термощуп воткнуть поэтому из пищевой пленкой будет нормально а через ту дырочку которая получится термощупа много соли не вымыться так что вот так это колбаса пойдет в пакете говорится это без пакета температура воды уже 80 градусов плюс-минус 80 в батон и остается загнать термощупы поехали по достижении 70 градусов центре батона и он уже будет сразу же максимально быстро охладить в ледяной воде со льдом или под ледяным душем чем быстрее мы проскочим опасный диапазон температур примерно от 30 до 14 градусов опасных при охлаждении тем больше получится у нашего продукта срок хранения потому что как раз в этом диапазоне наиболее активно развиваются всякие бактерии в том числе и всякие близнетворные и гнилостные ну рисунок не сказать что конечно прям безумно интересный но тем не менее прикольный мне кажется да это колбаса собрана по остаточному принципу так ну а здесь что-то у нас с рисунком не очень понятное получилось что-то невнятное как видите аккуратного разделения нет вот это вот у нас полоса грубого фарша это у нас та самая шейка вот это вот серые пятна такие ну розово-серые пятна это эмульсия язык опять шейка и опять слой грубого фарша конечно еще работать и работать над красивой фаршировкой батона прямо скажем неудача что касается вкуса сейчас выясним начну я пробу с маленькой колбасы которая собрана по остаточному принципу это вкусно вкусная колбаса по ощущению знаете это нечто среднее между между докторской и между таким вареным копченым языком здесь вкуса копчености не присутствует нет но вот это вот упругость языка имеется и вкус как раз таки как у копченого чтобы аромат еще копчения вообще было бы наверно классно может быть язык с это подкоптить сюда вот использовать будет неплохо и фисташки здесь вот там классно в тему они такую интересную нотку создают мне нравится так ну и теперь по вот этой пройдусь по языковой здесь на мой взгляд нужно было язык резать крупнее вот он большую площади занимал доли всех остальных уменьшать возможно и может быть сразу собирать в какой-то форме прямоугольную форму какую-то выстелить вот так вот потом собирать по хорошему по госту я так понимаю там резался шпик сразу такими широкими пластами большими но я не представляю как можно домашних условиях вырезать из шпига такую сразу широкую плоскую ленту тонкую тем более и вот ну однако что здесь что касается вкуса здесь же еще и шейка целенькая да так вкусно вкусовая гамма то же самое что первый колбасе но за счет другой консистенции все это дело воспринимается как совершенно другая колбаса возможно потому что здесь целая шейка но целая шейка с целым языком она создает большую такую более интересную текстуру и такую колбасу даже в таком виде на самом деле можно смело выставить качестве нарезок на праздничный стол это будет очень интересно и я думаю это будет просто вот однозначно хитом всех нарезок стола праздничного можно даже новогоднего это очень интересный рулет вяжем в таком не очень локом виде интересно возможно дело в использовании вот этого бекона варен копченого возможно но прям это вкусно короче я буду еще но пробовать разные варианты буду стараться собрать все таки чтобы красиво было не только интересно по вкусу по составу это нам повторять не это интересный опыт напоминаю что ссылки на все эти пленки проще я обязательно оставлю в описании возможно можно попробовать использовать целлюлозную пленку возможно надо пробовать не знаю экспериментируйте экспериментируйте и пишите что у вас получается огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока